В общем, для меня вот эти вот кусочки от стены, там они, я даже не заметил, как окровляивал себе суставы пальцев, когда их добывал, эти кусочки, это просто священно, не знаю, для меня это что-то священное, великое, это самое идеальное, даже, вон, кровь моя, даже кровью мне стоило это, там внизу она была пострескавшаяся, вся такая была обвалившаяся, короче, вот эта вот поверхность, это идеальная поверхность для рисования мелком, если бы дома, дом был весь из такой вот, поклеван вот такой вот, вот такой шероховатости поверхности, то я бы его разрисовывал мелками весь, пейзажами красивыми, и из моих пальцев бы сочилась кровь просто постоянно, я бы даже не замечал это, а ты могла бы пить, если хочешь, потому что у меня чистая кровь. Я Александр Леонин, уличный художник, впервые я увидел такую идеальную, там идеальная стена, идеальная тут, я добыл кусочки, смотрите, что мне это стоило, так что, на самом деле, они все равно бы отвалились, там. Вот он, идеальный, идеал. Да просто, когда я его оттаскивал, у меня что-то задело, я не заметил даже, вот в том, пока шел, у меня кровь, кровь налилась, но это ничего. Главное, что здесь, вот здесь рисовать мелками, идеально. Покажу сейчас, какими мелками рисовать идеально. Вот такими мелками, любыми, вот этими мелками, идеально рисовать, вот этими. Вот этими. Все. Я художник Александр Леонин, я прошу вас, дайте мне такую поверхность. Вот такую поверхность, и я сделаю прекрасный пейзаж на ней. Зашпаклюйте стену дома, если вы свой частный дом или свой бизнес строите, и стена вам частная, ваша, выделена, негосударственная. Позвольте, зашпаклюйте его, вот такой, вот у меня есть образец, вот мне что стоило, чтобы его добыть, вот отсюда, что такое. В общем, ну, я разрисую бесплатно, я всю жизнь рисую бесплатно для своего города, и все смывает дождем, но это не смывает дождем, мы покроем это еще материалом, если со стены будет красивые пейзажи, посмотрите мои пейзажи, пожалуйста, умоляю, расскажите обо мне, об этом, разным людям. Кто посмотрит, там, пару человек, рассказывайте, просите их рассказывать, окружающим, может кто-то откликнется. Просто зашпаклюйте вот такой поверхностью, я нарисую, это идеальный пейзаж нарисую, вот, сзади она почему-то вот такая, а, это потому что на сетку они шпаклевали. Шероховатость вот такая, прошу, прошу, прошу тебя, и ты обогатишься, если ты бизнесмен, если ты владеешь каким-то местом, ты обогатишься, потому что врывеглазная реклама никому не интересна, бездушная дизайнерская, вот эти вот, оформление, оно никому не интересно, а это будет выделяться. Ты можешь даже в интервью СМИ дать, что вот, такой интересный способ, интересный, необычный мелками разрисованный, я разрисую мелками, вот. Красивые пейзажи, они, когда растираются, они, цвета смешиваются, они вот с душой обложены. Или на тротуаре могу нарисовать, надо будет чем-то покрыть. Вообще, это будет очень красиво, и это не бросается в глаза, как врывеглазной какой-нибудь рекламе, красной просто сделают, делают такую стену там с какой-нибудь надписью, это отталкивает. Пожалуйста. Я могу обогатить тебя, и ты можешь мне даже ничего не платить, просто... Если тебя... Так ты обогатишься, у тебя увеличится число посетителей, благодаря тому, что я разрисую, так оформлю. Ты можешь заплатить мне, сколько захочешь. Я буду за свои средства рисовать, я всю жизнь рисую, 17 лет бесплатно, за свои средства, по своей дизативе. И никто, никаких спонсоров, никакого лобби, никакой поддержки у меня нет. Вот, всё. Просто прошу, расскажите это всем, потому что никто не будет видео смотреть. Расскажите это всем. Я сохраню эти. Это прекрасно. Да, я немного сумасшедший, мне кажется, странный, да. Но просто это настолько красиво будет, если разрисовать. Если мне дадут разрисовать. Я как, словно, заперт в клетке, заперт в одиночной камере. И мне не дают выхода энергии, творчества. Вот какая нужна поверхность. Вот такая. Продолжение следует... Продолжение следует...